В хоккей играют настоящие мужчины. Эту фразу так и хочется произнести, глядя на членов команды строитель, которые играют не просто в хоккей, а в хоккей на траве. Молодые, но опытные, юные, но отличающиеся определенными бойцовскими качествами. Они элитный состав национальной сборной Беларуси. А самое главное, все они брещане. В этом высоком статусе наша сила и наши победы, говорят члены команды. Мы каждый год стараемся радовать жителей города Бреста своими прекрасными достижениями. И не исключение стал 2014 год уходящий. Мы завоевали звание чемпиона страны по зимнему хоккею, или интерхоккей, как он называется. Завоевали кубок страны, выступили прекрасно на международных соревнованиях. С 1993 года команда строитель, участник чемпионатов страны, неоднократно становились победителями этого турнира. Выигрывали кубок Беларуси. Среди значимых достижений победы в европейских кубках. В дивизионе трофеи завоевания не единожды. Право участия в высшем дивизионе Европы с участием сильнейших команд. А это уже достойные показатели. А самое главное, 14 юношей Брещан – основной состав сборной Беларуси по хоккею на траве. То тепло и то нормальное отношение к вашей команде, которое чувствуется на всех уровнях, оно исходило из администрации Московского района. А теперь просто я обязан сказать, что и на уровне города. Это представитель госполкома, ваш сторонник, ваш человек, который будет оказывать вам всяческую поддержку и содействие. Я очень удовлетворен теми спортивными достижениями, которые у вас есть. У меня очень большая справка о ваших достижениях. И я уверен, что будут не только дети, но и внуки чемпионами. Все будет хорошо, потому что заложены традиции, заложены нормальные, хорошие основы. За рекордные победы команды «Строитель», которая приумножает славу Бреста, звучали слова благодарности не только от мэра областного центра, но и от председателя Совета депутатов Николая Красовского. От начальника управления спорта и туризма Эрнеста Николайчука помогает исполнительного директора Национального олимпийского комитета по Брестской области Елены Белоконенко по заслугам и чествования с вручением грамот и благодарности, а также сюрпризов в конвертах. Ну и, конечно же, обсуждались важные, волнующие команду вопросы. Самой главной команде сегодня не хватает игровой практики. Вот, участие в различных соревнованиях, в различных турнирах. Поэтому, конечно, мы хотели бы, чтобы команда участвовала и в чемпионате России, так как и минчане сегодня участвуют, и в других официальных и неофициальных международных соревнованиях. Но, к сожалению, на все и про все, как говорится, не хватает финансовых средств. Учитывая, что такой уровень команды, что команду знают в Европе, и команда дважды участвовала в Евролиге, это высший дивизион европейского хоккея на траве, и что достойно представляет город Брест, область, республика, берутся на таких высоких международных соревнованиях. Ну, хотелось нам бы, чтобы немножко поддержали. Есть такая уверенность, что большинство вопросов решится положительно, поскольку сегодня спорту в Бесте уделяется огромное внимание. Ведь не зря центр Берестейского края называют уже давно спортивной столицей. И весьма почетно, что к этому статусу в 2015-м присоединено звание и культурной.